Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях председатель исполкома, первый вице-президент и руководитель аппарата Паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации Павел Рожков. Павел Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Павел Алексеевич, приветствуем вас в нашей студии. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы. Ну и, наверное, первый вопрос касается непосредственно цели вашего визита. У нас сегодня, в пятницу, в Чуваши стартовала Всероссийская спартакиада трудящихся. Что это за соревнования? Какие у нее цели и задачи? Вы знаете, спартакиада трудящихся проводится четвертый раз. В этой спартакиаде сейчас примет более тысячи участников из более чем 40 региона нашей страны. И это такое, в целом, значимое событие. Потому что развитие физико-культуры в трудовых коллективах – это основа основ и охраны труда, и профилактики заболеваний. И в целом, чтобы, занимая физико-культурой спорта, сплачивать коллективы. И, естественно, чтобы навыки здорового образа жизни прививали в семье. И вот лучшие из лучших сегодня собрались здесь, в Чебоксарах, чтобы продемонстрировать свое умение и свои навыки в области спорта. А какие виды спорта в спартакиаде представлены? Основные, традиционные виды спорта – легкая атлетика, плавание и так далее. Но это соревнования среди любителей? Да, конечно. Это тех взрослых людей, которые заняты на производстве. Ну, отвлекаются на физкультуру. Да, это тоже те, кто ведут свой здоровый образ жизни и в свободное от работы время занимаются физикой культурой, занимаются спортом. Здесь не ставится задача показать какие-то суперрезультаты. Главное – это общение. Главное, чтобы они были примером в своей семье, в своих троих коллективах по формированию здорового образа жизни, занятия физикой культуры, спорт, профилактики заболеваний. Это, можно сказать, такой фестиваль спорта, да? Да, министерство спорта Российской Федерации, Федерация Независимых профсоюзов России при нашем участии специально проводит такой спартакиад. Сегодня спартакиадное движение, оно вообще очень такое развернуто проводится. Спартакиады среди пенсионеров, среди учащихся молодежи, среди людей с ограниченной возможностью здоровья. Сегодня очень широко представлено спартакиадное движение в стране. И вот одно из этих направлений среди трудящихся будет проводиться здесь, в Чуваксаре. Павел Алексеевич, еще одна сфера вашей деятельности связана с паралимпийским спортом. Что сейчас предпринимает ваша федерация для того, чтобы вернуть наших спортсменов, скажем так, в мировое паралимпийское движение, восстановить репутацию спортсменов как чистых спортсменов? Вы знаете, очень сложно восстанавливать репутацию наших спортсменов тогда, когда нет прямых обвинений в адрес наших спортсменов. Вот прошел год, до сегодняшнего дня мы ни от Международного паралимпийского комитета, ни от ВАДА, ни от Макларена не получили конкретных обвинений в адрес конкретных спортсменов, в частности паралимпийского комитета. Есть обвинения в наличии государственной системы, которая тоже сегодня не доказана, применение покрытия допинга, какие-то другие вещи, а этого нет. Мы пытались сразу после паралимпийских игр при поддержке наших инвесторов, спонсоров, в частности Андрея Рябинского, прошли все суды в Германии, в Швейцарии. И, к сожалению, несмотря на многие конвенции по правам человека и другие документы по поддержке инвалидов, к сожалению, все эти суды отказались рассматривать вопрос о восстановлении нашего паралимпийского комитета. Поэтому было принято решение, что вот те критерии восстановления, которые есть, а их 28, на их основе подготовлено еще 67 пунктов дорожной карты, будем выполнять. В начале сентября в Эмиратах было очередное заседание с полкома Международного паралимпийского комитета, на котором была оценена наша работа паралимпийского комитета. В том, что, да, действительно, практически все критерии пунктов дорожной карты практически выполнены, за исключением некоторых, которые не касаются полной компетенции паралимпийского комитета, о них ниже скажу. Поэтому вероятность того, что мы выполним и будем допущены паралимпийские игры, большая, и чтобы ребят не ущемлять по четырем видам спорта, лыжной гонки, биатлон, горные лыжи, поросного борт, наших ребят в качестве нейтральных спортсменов допустить до квалификационных соревнований. Мы в паралимпийском комитете уже вместе с президентом федерации, со старшими тренером, определили ближайший круг спортсменов, который может участвовать, может претендовать на участие в паралимпийских играх. Это 67 спортсменов. И сегодня мы выполняем по этим спортсменам определенные требования. Это они два раза должны быть пройти допинг-контроль за оставшееся время. Второе, это то, что касается необходимой документации, касается оплаты лицензии, чтобы ребята проходили классификацию, прошли классификацию. Эта форма должна быть нейтральной. Но это не такие сложные вещи, они выполняются. Более того, мы все время верили, что наши ребята будут участвовать в паралимпийских играх. И спасибо нашему государству, правительству, Министерству спорта Российской Федерации. Не прекращалось финансирование подготовки. И наши ребята все это время тренировались, готовились. Сколько спортсменов пройдет классификационное соревнование и сколько будут допущены до паралимпийских игр, будет понятно, наверное, не раньше конца года. Потому что основное требование допуска на паралимпийские игры под флагом России – это выполнение критерий в дорожной карте. Я уже сказал, что мы практически все выполнили, у нас остались некоторые критерии, которые выходят за пределы компетенции паралимпийского комитета. Это восстановление РУСАДа, наше российское антитупинговое агентство. И второй вопрос – это признание доклада Маклардна или опровержение. Как с подготовкой паралимпийцев в Чувашии? У нас есть известная спортсменка Елена Иванова, трехкратная чемпионка. А вообще вот сама система подготовки спортсменов-инвалидов к таким крупным соревнованиям, как налажена в нашей республике? Вы знаете, если вот говорить в целом конституально, ни паралимпийский комитет, ни ЕСПОР, ни правительство никогда не ставили и не ставили перед нашими паралимпийцами какие-то конкретные большие задач по завоеванию золотых медалей, завоеванию каких-то таких почетных мест. Самое главное, чтобы наши ребята достойно были представлены на паралимпийских играх. Для того, чтобы вот те тысячи мальчишек и девчонок, которые сегодня еще не занимаются физикой, культурой, спортом, имея недостатки в здоровье, они понимали, что их ждут спортивные сооружения, что они могут было прийти, что у них есть все возможности. И начав заниматься спортом, они также будут признаны, как Елена Иванова и другие наши великие спортсмены. Они могут быть заслуженными мастерами спорта, они могут быть лауреатами-себендиатами президентских степеней, они также будут встречаться с президентом страны, с руководителем республики. Это сегодня более главное, более важное, если мы говорим о том, что касается республики. Конечно, для ребят надо создавать условия, чтобы они могли... Создали условия в республике. В республике, да, в целом, да. Но вот в городе я сегодня встречался с ребятами-паралимпийцами. Конечно, очень много проблем, именно в чебоксарах, по доступу на спортивные сооружения. До сих пор наша школа находится в подвальном помещении. Время, которое им отводится сегодня на занятия физической культуры и спорта, она не самая удобная для ребят, по остаточному принципу. Конечно, проблемы есть. И, конечно, это значительно снижает и массовое развитие адаптивного спорта в республике, и снижает вопросы подготовки спортсменов высокого класса. Все на это сказывается. Конечно, надо думать и принимать меры с участием федерального центра, чтобы эту базу, материально-техническую базу занять тем адаптивным спортом и ее улучшить. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Я думаю, что при вашей поддержке и при поддержке Министерства физической культуры и спорта Чувашии у нас станут доступные спортсооружения, и мы действительно в ближайшее время услышим громкие имена, будем восхищаться этими людьми, которые, несмотря ни на что, преодолевают себя и показывают, на что они способны. Успехов вам. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Павел Алексеевич Рожков, председатель исполкома, первый вице-президент, руководитель аппарата Паралимпийского комитета России и председатель Прессоюза работников физической культуры, спорта и туризма России. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова